Всем доброе утро! Готовлю завтрак из замороженных овощей. Сюда еще добавила фасоль. Белая была в банке, замороженная кончилась. Достала то, что в банке. Тут у меня 2 яичка еще варятся. Тоже добавлю. Ну что, завтрак приготовила. Как вы видите, яйца, тушеные овощи и тут бутербродик с авокадо. Всем приятного аппетита! Погода сегодня, конечно, получше. То солнышко, то облачно. Но в целом вообще супер погода. Плюс 16. Сходила в больницу, забрала анализ. Значит, вчера позвонила в больницу. Это к платному гастроэнтерологу. Хотела записаться. Мне знаете, что говорят. Ну давайте мы вас запишем в предварительную очередь. Я говорю, уже такая очередь появилась предварительная. То есть не просто очередь, а предварительная. Ну, записали, сегодня перезвонили, сказали приходить. Ну, в принципе, слава Богу. Вот. Так что попала на запись. Осталось недельку подождать и пойду на прием. Потому что врач принимает только раз в неделю. Сижу вот здесь на пруду. Фонтанчики. Сидела сначала там, где прям вот рядышком с фонтанами. Там было прям солнце, солнце. Прям даже мне жарко стало. Уже стала припекать. Конечно, солнышко полезно, но прям очень жарковато стало. Пересела сюда подальше. Отсюда теперь любуюсь фонтанами в тени деревьев. А завтра собираюсь в Новомосковск. Полинка заказала себе книги в Читай-городе. И вот решили получать именно в магазин. Потому что будет бесплатная доставка. Если к нам в город заказывать, то это уже платно. Бесплатно там, по-моему, идет от 2000. Она заказала где-то на 1600. Четыре книги. Там были скидки как раз на эти праздничные дни. С 6 по 9 мая. Решила она заказать. Поеду получу. Заодно пройдусь, наверное, в Каре. Посмотрю, что там. Какая обувь. Тоже сделаю обзор на канал Океан Счастья. Ну и загляну тоже в Фикс Прайс. Ну, Московск. Еще хотела на рынок зайти. На рынок тоже. Что прикупить-то? Орехи. Шиповник уже кончился. Прям хорошо так шиповник мы сейчас пьем. И петрушку. Ну, в общем, вот такие продукты. Шиповник вообще классная вещь, хочу вам сказать. Возьмите на вооружение. Во-первых, стакан шиповника. Это уже дневная норма витамина С. Потом он является желчегонным тоже, шиповник. Так что классная вещь. И плюс кислотность немного поднимет. Потому что все-таки кислота. Ну вот, показала, как мы в Туле провели 9 мая. Видели, какой салют. То есть вообще ни о чем. Конечно, мы пожалели, что остались на этот салют. Ну, что делать? Никто не знал. Нам же не объявили. Салют будет плохой. Типа, хотите смотрите, хотите нет. Так что, как-никак, да. Из какого-то места стреляли. Непонятно. В общем, я вообще считаю, лучше вообще бы не делали никакой салют, чем такой показывать. Ну ладно, прогулялись мы хорошо. Прямо у меня показания было 14 тысяч шагов находили мы в этот день. Ну классно погуляли. Погода была хорошая. Конечно, немного прохладно, но ничего. Ну что, вернулась, проголодалась, прогулялась, как говорится. И быстренько приготовила такой обеда-ужин, не знаю. Ну, скорее всего, обед, судя по времени. Вот такой быстрый обед. Здесь у меня рыбка, это окунь. И сварила, как вы думаете, что это? Это не гречка, это красный булгур. Булгур. Вот. И салатик здесь. Тут салатик про дна на двоих. Полинка сейчас в музыкальной школе. Сейчас вернется тоже, поужинает. Быстрее приступаю к еде. Мне в последнее время очень нравится окунь. Это филе окуня. Прям такая сладкая рыба. Прям я её готовила на пару. Вот. Сейчас стараюсь большей части для себя вот готовить на пару. Полинке вот приготовила котлеты. У неё котлеты. Ну, стандартным способом я их готовила. Вот. А у меня рыбка. Всё, пообедала. Очень было вкусно. Вообще, в последнее время замечаю, что что-то... Что-то... Вся еда у меня очень вкусная. И вот села сейчас за компьютер. Что у меня происходит сейчас? Вот два последних фильма, которые я монтирую, делаю вот на этот канал с вами наедине. Влоги. Значит, первый фильм это... Когда вот первое мае было, я его выложила. И что было? Ну, то, что там музыка, это он монетизации не подлежит. Но, в принципе, я особо не расстроилась, потому что монетизации и так на ютубе нет. Вот. Выложила. Он был, показывался, да, с утра и до вечера. Люди писали комментарии, всё. Потом вечером сажусь, не пойму. Нет фильма. Захожу в творческую студию, это откуда я работаю. Там есть фильм. Я вообще ничего не пойму. Потом начала разбираться, оказывается, этот фильм мой весь заблокировали. Полностью написано, что невозможен... А, заблокирован во всём мире. Я была лично в шоке, думаю, батюшки, что же в моём фильме... Ну, я сразу подумала на музыку опять, думаю, наверное, из-за музыки. Ну, там как в творческой студии, они пишут, на какой минуте, да, вот, если вас блокируют, на какой минуте, там, какая-то музыка, или автор заявляет свои права авторские. Начала разбираться. А, оказывается, знаете, в чём дело? Не в музыке была проблема, а проблема была в конце фильма, если кто из вас смотрел, я показывала, что мы с Полинкой ходили в кино, и я вот кусочек, там я не знаю даже сколько было, наверное, несколько секунд, ну, может быть, 10 секунд, вот этот кусочек я показала. Представляете, и вот из-за этого кусочка мне заблокировали весь влог. Вот, ну, что делать? Я, конечно же, пришлось мне этот фильм удалять. Снова вот этот кусочек вырезать, смонтировать и вновь выложить. И тогда, конечно, монетизация, как была недоступна из-за музыки, так она и недоступна, потому что 1 мая я показывала, что мы были на площади, там была музыка, всё. Но, по крайней мере, он существует, этот фильм, то есть он не заблокирован, и то хорошо. И сейчас вот второй делаю фильм с 9 мая. Конечно, для вас он выйдет раньше, а вот этот влог, который вы сейчас видите, позже, естественно. Но я вам расскажу и про этот 9 мая. Вот, тоже. Во-первых, он очень долго записывается у меня на компьютере. Компьютер не такой мощный, поэтому по времени долго это всё дело происходит. Влог длинный, там сколько, 45 минут, по-моему, он был. Вот. И, представляете, тоже загружая на YouTube, монетизацию отключена. Тоже начала разбираться, в чём дело. Думаю, ну, понятно, что опять музыка виновата. Мы опять ходили, гуляли везде, да, там везде музыка играла. Но мне было интересно, думаю, на какую музыку. И что самое интересное оказалось, опять какие-то доли секунды, это вот где был белый медведь, я показывала прямо в самом-самом начале, буквально там, наверное, секунд 50. Представляете? И вот за этих 50 секунд тоже полностью монетизацию отключили. Конечно, мне стало обидно за эти 50 секунд. Вот понятно, что денег всё равно я там не заработаю, 3 копейки, может, начислен. Но вот просто вот из принципа, наверное, я не знаю. В общем, опять я этот фильм удалила, кусочек этот исправила, и опять мне монтировался фильм почти полдня. И только потом я его загрузила на YouTube. Так что вот так проблемно вот с этой музыкой. Я вот так вот походишь, где-то погуляешь, где-то какая-то музыка, даже вот вы идёте в торговый центр, да, там какая-то музыка. Это запросто опять могут наложить ограничения. Ну, очень вот такая история. А к чему всё это я говорю? К тому, что очень много работы, а вот благодарности никакой, я имею в виду в плане от YouTube, никакого денежного вознаграждения от этой работы мы не получаем. То есть, получается, время я трачу, вот это снимаю, потом вот это всё монтирую. Но меня только, знаете, что греет? Что это останется память для меня, потому что я загружаю эти ролики и на дзен. Кстати, нам опять грозят, что YouTube закроют, поэтому тоже вот кто меня смотрит, и кто хочет продолжать меня смотреть, обязательно подпишитесь на дзен. Яндекс.Дзен также называются мои каналы, и Океан счастья, и С вами наедине, и Полинкин канал, и Дочь из мечтой. Все мы есть на Яндекс.Дзене. Это просто информация для вас, чтобы вы нас не потеряли, если вдруг закроют YouTube. Я говорю, нисколько, конечно же, не за денежного вознаграждения, потому что, я ещё раз повторюсь, YouTube не платит, но чисто вот даже для себя, что это вот память, потому что вот согласитесь вы со мной, да, вот многие даже из вас, например, кто-то снимает для себя там, например, на телефон, опять вы закачали в компьютер, у вас вот эта цифровая запись остаётся, ну, например, я вот себя вспоминаю, когда я ещё не занималась этим блогерством, не было каналов, я также снимала на видео, и всё это у меня, конечно же, есть, все вот эти записи, видеозаписи, но они все разбросаны, вот эти кусочки, то есть здесь я уже делаю монтаж, как бы полнометражный такой фильм, да, то есть его смотреть уже приятно, всё-всё-всё организовано, скажем так, а это всё кусочки, то есть тут файл один открыть, надо здесь файл один открыть, ну и так далее, то есть это не очень удобно, если вы просматриваете всё это на компьютере, где-то там на телевизоре, то чисто просто неудобно смотреть, это надо постоянно вот эти щёлкать файлы, а это открыл целенаправленный такой фильм, можно сказать, да, ну в лох, вот, вот только вот из-за этого я вот душу грею, что вот я знаю, что если бы не вот эти каналы, естественно, так же бы я накидала всё это в компьютер, эти файлы, естественно, я бы не занималась, я помню, когда вот, ещё раз повторюсь, не занималась этими каналами, а чисто для себя, у меня тоже было в планах, ой, надо смонтировать чисто для себя, надо сделать вот такой красивый фильм, единственное, я тогда делала для себя красивый фильм, это вот когда свадьба была, да, вот вроде хотелось красиво что-то сделать, ну, может быть, с Полинкой что-то было связано, может, когда она родилась, вот были такие вот моменты, что вот чисто для себя, вот диски тогда были, помните, и вот всё вот это делались, да, фильмы и на дисках сохранялись, сохранялись, вот. Потом всё уже и некогда было, и неохота, и ни к чему, да, думаешь, а, ладно, пусть вот эти файлы есть, остались на памяти, всё. А это всё-таки, вот я говорю, на данный момент, ну, как-то посимпатичнее, то есть открыл и посмотрел, что происходило с нами в разные года. Ну, и вот, например, открыла я эту творческую студию, видите, вот этот влог, который я вам говорила, написан, недоступно, видите, это видео нельзя монетизировать, такой красный значок. А здесь вот влог 9 мая, я его только сейчас загрузила, ну, вы-то уже его увидели, конечно, вот. И здесь вот включён показ рекламы, это уже после переделанного, а когда вот только-только загрузила, то был точно такой же значок. Вот. Так что вот сейчас мне его надо оформить, название придумать, картинку для вас придумать. Так что, конечно, работы много. Вот там ещё ключевые слова внутри всё это сделать. Ну, вот так. Вот так и работаем. С добрым утром, Полина! Полина каждое утро просыпается, хочет спать, не высыпается, дел у неё много, уроков много, две музыкальных, две школы, основная музыкальная. Полина на разрыв работает. Так, ну вот, утро у нас, завтрак. Сегодня такой красивый, с зелёным лучком, да? Любимое Полинину блюдо. Ну всё, Полина, кушай и в школу отправляйся. За окном сегодня. Погода прекрасная, 10 градусов, сейчас показывает нам телевидение. Будет тепло сегодня, 16-18 даже передали. Сколько? Да, 16-18. Так, ну теперь моя очередь, мне стало завтракать. Готовлю сегодня опять замороженные овощи, так как у меня дорога дальняя, надо поесть так хорошо, основательно, сытно. Эти завтраки мне прям очень нравятся, сытости на 6 часов, наверное, хватает. Вот, достала какую-то новую смесь, вот здесь брокколи, цветная капуста, ну и остальные овощи, как всегда. Вот, фасоль добавила в ночь. Вот, сейчас потушу, что у меня. Тушу я в кокосовом молоке, сейчас тоже добавлю. И потом в конце специи. Блюда просто объедение, не поверите. Всё, вылила последнее молочко своё. Пока готовлю завтрак, Полинка пошла в школу. Сегодня она пойдёт одна, у них по-разному уроки бывает, кому-то к первому уроку, кому-то к второму уроку. Вот, красавица. Последние денёчки доучивается. Ждёт, не дождётся, когда же закончится учёба. Да, сейчас, конечно, много задают. Да ещё вторая школа, нагрузка, конечно, большая. Ну вот, теперь мой завтрак готов. Здесь, как вы видите, яйца, овощи, это авокадо. Всё, всем приятного аппетита. Ну что, все позавтракали, я в том числе посуду помыла. Теперь надо собираться в путь-дорогу. Фильмы с утра все сделала на второй канал Океан Счастья. Работаю уже, по-моему, наверное, с 7 утра. Всё, одеваюсь и выхожу. Что-то солнышко куда-то пропало. Ой, какие красивые облака. Я не знаю, камера вам передаст. Ой, какая красота. Воздушные. Так бы, любовалась бы такими облаками. Ну всё, пошла. Всё, добралась до Новомосковска. Сейчас, наверное, пойду сначала на рынок. Центральный схожу, закуплю, что мне нужно. А то я боюсь потом, если я всё обойду, я не успею сюда. Так, пойду сразу там, где орехи продают. Орехи, финики. Мясо сегодня я брать не буду. Ох, сколько овощей. Всё такое красивое, яркое. Помидоры 200. Клубник, черника, черешня 450. Клубник, килограмм 500. Абрикосы 400. Абрикосы 400. Виноград 400. Цены заоблачные. Меч, петрушку надо купить. Огурцы 200 рублей. Здесь по 480. Клубника. Помидоры 180. Гроши 210. Так, вот орехи. Фундук. Миндаль. Туше. Клубник, кешью 1200. Так, ещё мне надо петрушку купить. Алло. А петрушка почем? 45 рублей. И это рук можно купить? Много. Много. Так. Так, ну всё. Закупилась. Теперь надо идти в Читай город. Забрать Полинкины книги. Телятина. Всё продают, всё продают. Пока ничего не нужно. Творог. 290. Всё есть. Что купила? Финики. Потом петрушку. Что ещё? Миндаль. А, миндаль и кешью. Всё. Сырой. Для молока. Растительного. Так, Почитай город у нас находится здесь, в Цице Первом. Может, ещё в Перекрёсток загляну заодно. Народу так прилично везде. И на рынке. И здесь, в магазине. Пошла прямо сначала в Перекрёсток. Забыла, что Читай город находится в Цокольном, на Цокольном этаже. Здесь вот и Зентон есть. Так, пойду заберу её заказ. Раньше тут были стульчики такие, диванчики. Что-то всё поубирали. Здрасте. Мне заказ забрать. Полинка ждёт, не дождётся своих книг. Вчера хотела, чтобы я уже съездила сюда, забрала их. Уж не терпится их посмотреть, полистать. Но читать только начнёт, конечно, сейчас на каникул пойдёт. И будет ждать. Так, ну, зашла в Перекрёсток, погрузила все свои сумки. Ох, посмотрите, сколько здесь ягод. Много. Клубника 500 рублей, 500 грамм. Так, клубника у нас 580 за килограмм. На базаре дешевле. Авокадо, авокадо. 200 рублей за 2 штуки. Гранат 330. Манго 400. Манго мини 140. Первый раз вижу. Прям такие спелые-спелые. Ну что, вышла из FixPrice. Кое-что поснимала. Сделаю обзор на второй канал Океан Счастья. Так что заходите, смотрите. Это будет обзор из Новомосковском. Ну, а я направляюсь вот на эту площадь. Уже включили здесь фонтанчики. Очень красиво. Площадь большая. Зимой здесь обычный юмор стоит. Ну, а летом, видите, фонтаны сделали. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А здесь качели такие большие. Естественно, летом они теперь будут все заняты. Но есть и скамеечки можно посидеть. Раньше, когда-то здесь был фонтан. А теперь, получается, сделали на площади, там, где я вам показала. Очки не взяла от солнца, а надо было. Сегодня солнце целый день светит. Здесь вот тоже самокат стоят. Ну, что-то никто не катается, смотрю. Вообще, мне Новомосковск нравится. Хорош такой город, уютный. Всегда здесь уютно было. Так, сейчас направляюсь в Каре. Там немного тоже поснимаю. Тоже на канал Океан счастья, обзоры. То есть сейчас в Туле была, показывала. То, что в Туле продают. Была в гипермагазине Каре. Ну, здесь, ну, тут тоже сделали большой магазин. Не Гипер. А может, Гипер тоже называется. Нет, вроде не называется Гипер. Просто магазин Каре. Но большой. Раньше было несколько точек здесь. А теперь их всех, все эти магазины убрали. И объединили в один большой. Сейчас ветерок поднялся. Не знаю, будет меня слышно или нет. Здесь у нас администратор. Вот сейчас здесь, где Модико. Открыли недавно этот магазин. А раньше здесь был спар. Потом его закрыли. И очень долгое время была аренда. И вот теперь сделали здесь магазин одежды. По правую руку это институт у нас. Немного вам экскурсии покажу. Ну вот, выхожу на пассаж. Здесь у нас, вот видите, на первом этаже, вернее, на цокольном этаже Каре. Вкус Вилл здесь. Ну и много-много спортмастер. Здесь у нас Каре объединен вместе с детским Каре. Поднялась сейчас на порог магазина. Пошел дождик мелкий и заморосил. Кстати, по погоде обещали, что после обеда мелкий дождь. Прям прогноз сбывается. И как-то тучки, тучки понаходили. Кого-то чуть не задавили. Приехала голодная. Сейчас, наверное, даже у меня и есть нечего. Рыбы есть, а к рыбе ничего нет. Наверное, сейчас была в Кусвилле. Купила там как раз в пакетиках рис. Вот, наверное, я его сейчас сварю в пакетике. Вот на такой случай и наши пакетики и пригодятся. Сейчас пока будет вода закипать, я вам покажу, что купила. У Полинки-то есть еда. Кстати, она еще в музыкальной школе. Сейчас тоже должна прийти. Она мне вот это на днях говорит. Ой, свари мне макароны. Чтобы я по макаронам соскучилась. Так что у нее еда есть. У нее котлеты и макароны. А у меня рыба. И вот сейчас будет рис. Сейчас покажу, что купила на московске. Так, выкладываю все на стол. Сейчас буду показывать. Нахожусь на московске. Звонит Полинка. Спрашивает. Ну что, ты где? Я говорю, там-то, там-то. Ты мои книги забрала. Я говорю, забрала, Полина. Ну и как? В общем, вся в нетерпении на этим книг. Сейчас еще второй по-другому несу. Не терпится, не терпится ей увидеть эти книги, которые она заказывала. Вот, сейчас расскажу. Значит, я зашла в Кусвилл. У меня был электронный сертификат. Делитесь в комментариях, у кого-то были такие электронные сертификаты. И кто из вас приобретал что-то. Так, ну давайте покажу, какие Полинка книги приобрела. Еще раз повторюсь, доставка была в этот магазин. Читай город. Ну, бесплатная доставка. Так как я и так собиралась ехать в Новомосковск, думаю, ну заодно и заберу эти книги. Ну, конечно, тяжеловато было нести, но ладно. Вот такой мягкий переплет. Смотри, ну прям в целлофане такая книжечка. Следующая книга. Вот твердый переплет. Вот такую она заказала. Ну, на своем канале, конечно, она тоже будет все показывать. Кому интересны книги, рассказы, обзор. У нее канал «Идущий за мечтой». Заходите, смотрите. Следующая книга вот такая. Тоже мягкий переплет. Это Рэй Брэдбери. У меня, конечно, есть Рэй Брэдбери, но вот она захотела. Вино из-за дуванчиков. И еще книжка. Четвертая, последняя. Четыре жизни. Четвертая книга «Четыре жизни» называется. Тоже такое оформление красивое. Смотрите. Твердый переплет. Листики такие беленькие. Ну, внешне прям красивая книга. Ну вот, книги, значит, я вам показала. Сейчас придет, будет радоваться. Так вот, про вкус Вилл. Электронный сертификат. Как я его приобрела. У меня есть карта ВТБ. Сразу скажу, не реклама. Сейчас, пока вода закипает. Сейчас, наверное, еще знаете, что. Зварю себе чай. Когда вода будет вам все рассказывать, показывать. У меня и тут, и тут пусть скипает. Ну вот, карта ВТБ. И туда идет кэшбэк. И вот этот кэшбэк у меня накопился. Я купила карту. Электронный. Ну, не карту купила. Неправильно выразилась. Электронный сертификат. Вот, цена 1000 рублей. 1000 рублей. То есть, вы приходите в магазин. Плохо, что нельзя вот на доставке использовать этот сертификат. Потому что они же считывают этот штрих-код. А при доставке, ну, никак. Вот. И 1000 рублей я купила этот сертификат. И пришла в магазин вкусвил. Там, знаешь, как было сказано, что, если вы купили товар больше 1000 рублей, да, чем ваш сертификат, вы просто доплачиваете своими деньгами. Ну, мне так и вышло. У меня по деньгам вышло 1600. Вот 1000 сертификат. То есть, можно сказать, подарок мне. Эти 1000 рублей. И 600 я своей заплатила. Так, ну, что я купила там? Купила вот такую фасоль. Белая, натуральная. Без добавления сахара. Вообще, надо покупать консервы. Ну, так как я не ем сахар. Я не варшу всем. Я не ем сахар. Поэтому я стараюсь искать различные консервы без добавления сахара. Затем купила вот такое филе кролика. По-моему, 267 рублей стоит. Вот такая баночка. Дальше. Вот рис. Смесь риса бурого и дикого. Вот. Я уже брала такой рис. Здесь у нас 5 пакетиков. Цена, по-моему, 210. Если мне понять не изменяет. Сейчас, кстати, буду закладывать. Что еще купила вкусвиль? Вот такой хлеб какой-то новый. Семионовский. Вот такой. Состав у меня понравился. Неплохой. Хлебушек. Но моего не было, который я беру. Зеленые гречки. Обычно вот эти зеленые гречки, это надо по доставке. Так в магазине его и не купишь. Дальше. Купила вот такой хумус. С вялеными помидорами. Решила попробовать взять. В стекле, кстати. Так. И что еще купила? Тофу-паштет. Тофу из тофу. Это соевые бобы. Тоже вкусненькие. Даже Полинке нравится. И купила кролика. Филе бедра кролика. Охлажденное. Вот такой кусочек. И купила вот такой кролик. Это у нас вырезка. Вырезка кролика. Так. На и чайник закипел. Вырезка кролика. Так. Ну и все. Это, по-моему, вкусвил. Да? Вот ничего нету. 1600 отдала. В перекрестке я зашла. Что же я там купила? Голубика. Была со скидкой. Здесь 250 грамм и 250 рублей. Были большие, как я вам показала. Да? Большие объемы. 500 грамм. 500 рублей. Ну, в принципе, тошно тоже. Так. Там же авокадо купила. Цену я вам показывала. Так. И что еще купила? На кассе лежали вот такие баночки печень-трески. Я недавно брала вот во вкусвиле. Но я не помню, какая цена. Но, по-моему, дороже, чем сейчас я тут делаю. Тут сейчас цена 170 рублей. Акция. Вещь классная. Печень-трески. Это супер продукт. Омега-3. И лишнего здесь ничего нет. Что еще купила? И все. В перекрестке больше ничего не купила. Ну, и то, что на рынке я купила. Вот. Миндаль купила. Я вам сказала, что финики королевские. С чаем вообще отлично идут. Вот за место сахара. Ой, и за место сахара, и за место конфет. И купила еще кешью. Вот. И петрушку. Петрушку я беру много. Здесь у нас 300 грамм. Я его добавляю в смузи. Вот все покупочки. Все. Вот все у меня закипело. И чайник. И рис. Все. Вот такой рис. Смотрите, покажу. Вот. Видите? Вот. Так, сколько он варится у нас этот рис? Так, рис варится 30 минут. Представляете? Долго. Ну, потому что, видите, бурый и дикий. Вот. Поэтому 30 минут варится. Так, ну, зато полезный вот этот рис. Все. Ну, и ладно. Он пока 30 минут сварится. Я сейчас как раз чай заварю, попью. Потому что жидкость надо до еды. Ну, все. Пойду раздеваться. Скоро Полинка придет. Посмотрим на ее реакцию на книги. Ну, что. Мой ужин готов. Здесь у меня салатик. Это, знаете, какой салат? Крест-салат. И огурчик. Полинка в итоге мне позвонила и говорит, я пошла к бабушке. Так что, ну, после музыкальной пошла к бабушке. Придет позже. Так что, я сделала салат на себя на одну. Ну, конечно же, она там сейчас что-то перекусит, поест. Голодную ее не отпустит. Так, Полина пришла. Ну что, книги будешь смотреть? Даже не знаю я книги. Так, ну как? Довольна? Да. Ну, нравится? Да. Видишь, твердый переплет. Да. Вот эта вот штучка, она не нужна? Она снимается. Я так понимаю, что, типа, девушка проживает, типа, четыре жизни. Я бы не сказала, что это реанкарнация, но... Да ты что? Ну, я бы не сказала. Может, и я почитаю? Может быть. Если у тебя время найдет. Ну, да. Вот. Вот так. Ну, переплет классный. Там белые листочки внутри, видала? Плотненькие такие. Не помнишь, цена какая у нее была? Ну, со скидкой же была. Ну, это да. А там пошла классенькая. Ну, я уже всем показала твои книги. А, ну ладно. Да. Тут желтый лист. Ну, она тоненькая такая, мягенькая. Ну, нет. Ну, я бы сказала, что она дешевле, типа, чем-то. Ну, как вот обычно стоит. Ну, да. Я уже тебя спросила насчет мягкого, мягких переплоте. Ну, да, мягкие. Я спросила, в мягком переплоте она вот так вот. Да, мягкие. Я сказала, что в целлофане она. А, ну вот. Видишь, прям запечатанная все. Я такая смотрю, один. Значит, должна вторая часть когда-нибудь. Да ты что? Ну, нет, то есть ее как бы нету. Ну, может, нет, никто ее не докупает. Не докупать, мне кажется, будет. Значит, ее прям запечатали. А кто ее писал-то? Ну, ты думаешь, я знаю. Не знаю? Нет. Не, именно русский или не русский? Или они все не русские? Нет, перевод она стоит. Ну, то есть, не русская. Энн Брашерс. Понятно, что ли у тебя понятно? Нет. Это по фильму. Это вот прям я... Фильм есть такой? Да. Хотя можно было бы... А, ну, вон там чек вот я положила. Посмотри, сколько стоит-то. Это про какую мы книгу? Вот эту, которую первую ты смотрела. Секунду, вот эту... Вот эту. Ого! Ого, тут что? Пирамида. Четыре жизни. Посмотри цену. 541. Нормально, твердый переплет. Нормально. Ну, с толстым, я понимаю. Это уже со скидкой цена. Да. Ну, все, твоя душенька довольна? Да. Слава богу. Надо их еще поставить. Да. А мне еще манго лежит. А, да, я же там манго она покупала. Ну, это смотрите на ее канале, я уже сказала. Идущий с мечтой, кому интересно к ней. Ну, все, иди раздевайся. А вот это 481. Ну, понятно. Это тонкая. Да. Вот. Ну, плюс-минус 500 рублей. Субтитры сделал DimaTorzok